Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН, канале разбора всех новостей в нашей игре и честного мнения по поводу всего, что в ней происходит. Буквально час назад разработчики выложили новое видео Coming Soon и рассказывают в нем, что нас ждет в будущем. В частности, в отношении вот этого вот куба. Куба изо льда, который все мы думали, зачем храним? Вот теперь, я думаю, мы узнаем. Ну что, друзья, я предлагаю вместе посмотреть нам этот выпуск видео и разберем все, что в нем нам показывают. Я уже все заготовил, поэтому максимально подробно сейчас все будем обсуждать. Итак, все начинается с представления нам того, что будет новый внешний вид на Тигра 2. Мне, честно говоря, не очень нравятся эти гирлянды, как-то глуповато смотрится. Ну окей, сделали да и сделали новый внешний вид ангара и здесь у нас на экране появляется из два экранированных, которого можно будет получить. Насколько я знаю, абсолютно бесплатно выглядит данная машина в виде брони вот таким вот образом. По ТТХ мы останавливаться не будем. Ну а что касается абсолютно честного обзора на ИС-2 экранированный, то уже появилось видео на канале и ссылочку я обязательно добавлю в описании. Тачка оказалась, ну, в край, крутая и действительно очень, ну, очень годная премиумная машина на своем седьмом уровне. Играется просто великолепно. Едем дальше. ИС-2 экранированный нам показывают в своем стандартном виде, но плюс к тому вы сможете на него еще каму одевать. Разный, ну и, соответственно, машина будет преображаться, но, а сами экраны будут оставаться такими, как есть. Дальше у нас маленькая такая себе коллаборация с Винни Джонсоном, который принесет нам ряд всякого рода коллекционных предметов. В том числе вот здесь вот на девятом уровне фон профиля с Винни Джонсоном и, как я понимаю, каким себе Санта-Клаусом, сидящим на Кобре. Почему именно на Кобре? Потому что именно эту машину Винни Джонсон рекламирует в новой рулеточке, которая нас ждет за голду. И, да, наконец-то, Кобра девятого уровня, премиумная средняя машина, появится и на Варгейминге. До этого она появилась на Лесте. Крайне странно получается, что одни и те же машины появляются и там, и там, но типа в разное время. Как будто бы действительно игры, ну, совсем разные. Едем дальше. Кобра ждет нас в рулетке. Кому нравится, заходите в рулетку, когда она появится, сливайте голду. Но лично мое мнение, далеко не та тачка, за которую стоит бороться на все сто. И здесь на наших экранах появляется новая, новая машина в семействе Титанов. Это будет Чериоттер. Я изначально думал, что это будет какая-нибудь СТ-шка или ТТ, но нет. Наконец-то в семействе Титанов появилась и ПТ. Максимально похожа, безусловно, на средний танк, но, как вы знаете, Чериоттер это ПТ-ха в нашей игрушке. Так, у нас дальше кратенько показали новогодний аукцион. Понятное дело, что не показано, какие машины здесь будут. Для меня, насколько я понимаю, по орудию и по вот этому вот силуэту, это Бураск. Будет ли Бураск по факту в игре, непонятно. Также вот здесь вы видите вот эти вот клыки. Я не совсем понимаю, кто это. Возможно, это Дракула, а может какая-нибудь другая тачка, похожая на него. Короче говоря, вот здесь с Бураском, я уверен, практически на 100% в отношении других машин под вопросом, что там будет. Но я опять-таки повторюсь, по поводу Бураском тоже 100% информации не имею. Дальше нам показывают стандартный наш новогодний ивент, в котором мы уже привыкли видеть коробки. Эти коробки будут стоить по 1500 голды, по имеющейся у меня информации. Главная награда, это безусловно, вот этот снежный шар, из которого можно будет выбить тачку. Если вы обратите внимание, то в снежном шаре нам представлена новая коллекционная ПТ-ха 9 уровня, которая называется XM66F. Имеет просто обалденную броню по башне. Крайне играбельно. Точнее, даже не по башне, это все-таки рубка, поскольку это ПТ. И она у нас поворачивающаяся, но не полностью. Короче говоря, ребят, машина очень удачная, с бодрым углом склонения орудия, как вы видите. Я ее тестил, мне очень сильно понравилось. И я очень сильно хочу себе данную машину заиметь. В отношении отыгрывания от рубки, просто идеальная машина и чем-то напоминает бодрый ТТ. Что касается главной награды в самом ивенте, то здесь у нас Крайслер Ка. И я, честно говоря, расстроен, потому что Крайслер Ка не является прям суперкрутой, нагибающей и мегарезультативной машиной в нашей игре. Поэтому лично я, если и буду потеть в новогоднем ивенте, то однозначно не за Крайслер Ка, а именно за Снежный Шар. Потому что отсюда можно достать что-нибудь поинтересней. Плюс к тому, стоит отметить, что здесь еще будут вот такие вот подарочки, которые вы сможете открывать по имеющейся у меня информации за 50 тысяч свободного опыта. Поэтому не сливайте свою свободку и пытайтесь достать что-нибудь отсюда, в частности Снежный Шар. Едем дальше. Кроме того, что нам показывают вот это все, переходим к новым машинам. Как я уже сказал, сначала у нас на экране XM66F, бодрая ПТХ, дальше у нас на экране буквально мельком, буквально на какую-то секунду появляется новая коллекционка восьмого уровня. И мне, честно говоря, она чем-то понравилась. Машина действительно интересная. Что касается ее возможностей, то сейчас покажу, как она выглядит в отношении бронирования. И я не могу сказать, что это прям бодрое бронирование для машины, но в то же время это не тяжелый танк. Хотя здесь есть довольно-таки прикольная приведенка в верхнем бронелисте, если его можно так им назвать. Ну и я бы сказал, вполне себе бодрое орудие, которое отличается хорошей точностью, ну и вполне себе жалющее. Это очередная коллекционка на восьмом уровне. Если вы помните, на восьмом уровне коллекционок вообще не было. Сейчас разработчики потихоньку добавляют. И это новая восьмерка, средний танк, именно на восьмом уровне. Едем дальше. Что показывают разработчики нам еще? Дальше на экранах еще один новичок в нашей игре. Причем, что самое интересное, что его показывают только с кормы постоянно. И вот только вот сейчас можно посмотреть на него сверху. И все, привет, ребята. Больше ничего здесь не видно. Хотите узнать, кто это? Сейчас посмотрим с вами вместе. Это новый FV-1066. Это премиумная восьмерочка, легкий танк, который, ну, прям совсем фановый картон. Я бы так его характеризовал. Вообще танковать нечем, но это довольно-таки веселый легкий танчик. И обзор на него будет на канале, как только машина официально появится в игре. Также нам заспойлерили еще одну новую тачку. И это новая тачка. Вот она, ребят. Довольно-таки интересная машина с дополнительными экранами. Многие уже показывали данную машину у себя где-то на обзорах. Хотя это было нечестно с их стороны, потому что официально машины в игре еще нет. Это КПЗ PR68P. И выглядит она в бронировании своем вот таким вот образом. Я не могу сказать, что это действительно хорошо забронированная тачка. Довольно-таки сильно напоминает RU251. Но все-таки имеет определенного рода отличия. И я больше чем уверен, что любителям средних танков на восьмом уровне данная машина однозначно зайдет и понравится. Ну что, смотрим, что еще нас ждет. Ну а дальше нас ждет, наконец-то, разоблачение интриги. Открытие таинства того, зачем нам необходим был вот этот вот куб изо льда. И вот, типа, наконец-то, this is the moment. Наконец-то будет тот момент, когда мы сможем его использовать. Но на что мы его используем, я, честно говоря, так и не понял. То ли это будет камуфляж на проходную машину, то ли это будет изменение внешнего вида для танчика Фрости. Почему я так говорю? Потому что внешне данная тачка напоминает мне, в первую очередь, безусловно, самого Фрости. Ну, прям совсем один в один. Но все мы знаем, что Фрости перерисовывался с такой машиной, как Чаффи. И вот эти машины, они крайне между собой, как вы видите, похожи. Поэтому гарантированно сказать, что это конкретно будет, я, к сожалению, не имею возможности. То ли это будет, как я уже сказал, внешний вид просто для Чаффи. То ли это будет внешний вид для Фрости. То ли это вообще будет какая-то новая коллекционная машина. Но я таковой ни на одном из нижних уровней не нашел. Ну, так или иначе, на что-то мы этот снежный куб с вами все-таки потратим. Ну, и дальше разработчики показывают, что будет череда игровых фановых режимов. И, в принципе, на этом все. Короче говоря, ребят, чего ожидать? А ожидать только приятного, хорошего новогоднего настроения. Ждать новых машин, ждать новогоднего ивента. Копить свободку настолько, насколько это возможно. Ну, и, соответственно, готовиться к празднованию. Готовиться к тому, чтобы покупать себе на новогоднем аукционе по хорошим скидкам. Приятные, хорошие премиумные тачки. Возможно, редкие коллекционки. Ну, и обязательно участвовать во всех игровых событиях. Для того, чтобы в полном объеме, я бы сказал, ощутить новогоднее празднование. Чего, в принципе, заблаговременно вам и желаю. Я побежал снимать следующее видео специально для вас. Ну, а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok